PUBG New State. Как же греют мою душу эти три слова. Этого момента ждали миллионы игроков по всему миру. Наконец-то стала известна официальная дата выхода нового революционного батл-рояля на мобилке. 11 ноября. Я был в мою днюху, охрененно. Совпадение не думаю. И раз уж я совсем недавно решил стать официальным ютубером по этой игре, то считаю своим долгом рассказать вам обо всем, что знаю. И что важно знать каждому из вас перед официальным релизом. На связи, как всегда, отец Евген и это новенький видеоролик по Нью Стейту. Присаживайтесь поудобнее и лайк авансом прожать не забудьте. Приятного просмотра. 22 октября на официальном ютуб-канале PUBG New State вышел трейлер запуска, в котором разработчики анонсировали дату выхода игры. New State будет доступен для запуска 11 ноября на всех операционных системах. В этот же день состоялась большая презентация от разработчиков, где они рассказали о многих игровых аспектах и поведали о своих планах на будущее. Вот и давайте обо всем, что там было, прямо сейчас по порядку. Системные требования. Наверное, одна из самых волнующих тем для игроков. Будет ли новый паб тянуть мой кирпич? Системные требования New State такие. Минимум 2 гига оперативки должно быть на вашем кирпичике. Как заявляют разработчики, их проект будет очень хорошо оптимизирован. И на минимальных настройках графики будет идти даже на таких устройствах, как iPhone 6s и Samsung Galaxy S7. А это, поверьте мне на слово, те еще мамонты в мире гаджетов. Прямо сейчас просто переложите свои системные требования на характеристики этих двух телефонов. И тогда вы поймете, потянет ли ваше устройство New State. Обязательно напишите в комментариях свою модель телефона. И как вы считаете, потянет он New State или нет. Игровые карты. На релизе игрокам будут доступны для игры сразу 4 карты. Первая карта – Трое. Карта, которую многие игроки уже облазили вдоль и поперек на бета-тестах. Она является основной картой, на которой завязан весь сюжет и лор игры. Вторая карта – Обновленный Эрангель. Классическая карта оригинального пабга, которая будет видоизменена под стилистику New State. Из нороведений нового Эрангеля здесь огромнейшее количество разрушений. И, например, новенький мост, которого на классической карте нет. Третья карта – карта для командного боя 4 на 4. То, как она выглядит у вас прямо сейчас на экране. И, конечно, четвертая – это классический полигон для тренировок. Среди режимов будут уже всем известные Соло и Скват от первого или от третьего лица. Что касается дуо режима, будет он или нет, в данный момент неизвестно. О нем на презентации упоминаний не было. На самом деле, я очень сильно надеюсь, что дуо режим в New State и будет. Жми лайк, если согласен. На вашем экране прямо сейчас показаны все игровые ранги в New State. Среди этих рангов стоит выделить три последних, которые, по заявлению разработчиков, будут давать возможность для всех игроков, достигших этих званий, сразиться в онлайн-турнирах с ценными призами. Как по мне, эта задумка очень крутая. Ведь у игроков будет дополнительный стимул прокачивать свой скил. Что касается батл пассов, то первые два месяца после выхода игры их здесь не будет. Первый пропуск появится в New State только после нового года, в январе. И на самом деле, это логично. Все игроки сначала набьют руку, научатся играть в игрушку, привыкнут к ней, а уже потом пойдут и пропуска проходят. Сюжет. Разработчики заявили, что в New State будет свой сюжет, который будет обновляться и развиваться с каждым новым пропуском ежемесячно. Если сравнивать, то подобное повествование прямо сейчас есть в Fortnite, где с каждым новым пропуском есть развитие сюжета и внутриигрового лора. И эта фишка лично мне очень сильно нравится. Если что-то подобное будет реализовано и здесь, то это еще один балл в копилку респектов для разработчиков. В Fortnite просто это все сделано очень-очень круто. Надеюсь, New State в этом плане не подкачает. Одна из самых важных новостей на этой конференции – официальный запрет игры с эмулятором. Что? Поиграть New State на компе просто не получится. И на самом деле, как мне кажется, это очень хорошая новость. Потому что в этой игре теперь совершенно точно не будет никакого дисбаланса. Например, если вы играете с телефона, то вас не будет кидать в катку против ПКшников, у которых с мышкой и клавой явно больше шансов на победу. В конце концов, игра для мобильников. Так какого хрена ты будешь играть ее на компе? В принципе, логично. Очень много внимания было уделено специально разработанному для этой игры античиту. Разработчики уверяют, что на сегодняшний день их система одна из самых лучших в мире, и что читеров во время игры встретить будет просто невозможно. Также было отмечено, что в планах у разработчиков вкладывать большие средства и в киберспорт. А значит, что уже в следующем году в New State будут первые киберспортивные мероприятия. Это прямо сейчас всем новым игрокам на заметочку. Пока что в этой игре нет явных фаворитов и задротов. Качайте, тренируйтесь и кто знает, может быть именно вы попадете на первый мировой турнир по New State. Кстати, по поводу турниров. Первый из них стартует уже 12 ноября. Это будет битва ютуберов. Пройдет она на официальном канале. По задумке, там будут команды контентмейкеров с разных платформ. Тикток, Твич, Ютуб. Которые будут сражаться за New State. В этом турнире, кстати, должен был принимать участие я. Но так как я был в отъезде, я вовремя не ответил на письмо, и кто-то занял мое место. Лох, это судьба. Я уже отмечал во время бета-тестов то, что физика в New State выше всех похвал. То, как ведет себя транспорт, оружие, сам персонаж, окружение. Это действительно настоящий прорыв в мобильном гейминге. И разработчики на этой презентации подтвердили мои слова. Как выяснилось, физика в этой игре взята прямиком из компьютерного пабга. Поведение оружия, стрельба, автомобили. Все это перекочевало прямиком из ПК на мобильник. И именно это делает геймплей в New State по-настоящему сносным. Также разработчики заявили, что у них в планах перенести большую часть контента с ПК на мобильник. То есть в следующем году примерно они будут добавлять весь имеющийся контент с компьютерного пабга, шмотки, скины, карты в мобильный New State. И также будут создавать новый эксклюзивный контент специально для нее. А это значит, что всех нас будут ждать просто целая гора контента. Конечно, пока что это только заявления, обычные слова. Но если все это будет реализовано, то это будет просто пушка. Новые игровые механики, которых до этого не было в батл роялях. Здесь они, конечно, появятся. Например, игроки смогут делать вербовку противника. Эта механика была показана в трейлере. То есть после того, как вы нокнули противника, его можно будет завербовать. И он перейдет на вашу сторону. Довольно интересная фишка. Помимо этого, можно будет вызывать мертвого тиммейта с помощью ракетницы. Этакий аналог воскрешений, который прямо сейчас уже есть во Free Fire. Также будут добавлены дроны. Но о них, я думаю, вы все уже прекрасно все знаете. 29 и 30 сентября пройдут финальные альфа-тесты игры. И я думаю, что по-любому приму в них участие. И как обычно, запишу какой-нибудь ролик. Или, может быть, даже проведу стрим. Где мы вместе с вами, прямо в прямом эфире, будем тестировать уже практически готовую, отполированную версию игры. Прошлый тест мне очень сильно понравился. Ролик есть на канале. Если пропустили, идите смотреть. Я там впервые запустил New State и сыграл парочку каток. Ну, это круто. Это реально очень круто. В башку дал. Ай. Ну, а на сегодня, я думаю, это все. Все самое интересное о New State я вам только что рассказал. Уже через две недели игра выйдет в свет, и мы узнаем, настолько ли она крутая, как нам прямо сейчас описывают ее разработчики. Обязательно ставьте лайкосик под этот видеоролик, если он вам понравился. Пишите комментарии, что думаете по поводу New State, и ждете ли вы ее выхода или нет. И, конечно же, подписывайтесь на канал, если до сих пор на него не подписаны. С вами был отец Евген, любимый стример, сына подруги твоей мамы. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok